Статья о лидеронации несет в себе конкретные меры по изучению и сохранению популяризации богатого наследия Великой Степи, а также указывает на значимость нашей страны и предков формирования многих культур, а до главного развития цивилизации. Стратегически важный документ сегодня был обсужден на площадке региональной службы коммуникации. Спикерами выступили известные в регионе археологи, тюркологи, краеведы, общественные деятели, архитекторы, литераторы. Отмечено, что история является неотъемлемой составной частью любого государства. Статья о лидеронации является новым важным шагом в модернизации именно исторического осознания. Важно также, что президент обозначил семь пространственно-временных контента с охватом практически каждой ступени исторического зарождения и развития на территории нашей страны и влияния на развитие других культур и цивилизаций. К примеру, всадническая культура. Правильно отмечено, что одомашнивание лошади и последующее ее использование во многих сферах от сельского хозяйства до военного направления и караванных перевозок до выведения различных пород. Помимо этого, развитие металлургии. Мы сейчас, в ходе наших последних исследований, приходим к выводу, что наши каратавские месторождения, меди, железо, возможно, свинца, золото, они точно так же разрабатывались в древности. И не исключено, что этот регион был очень мощной сырьевой базой, именно древней сырьевой базой, о которой пока никто никогда даже не говорил. То есть мы как бы на пороге новых открытий. Третий – это звериный стиль. Ну, у нас, конечно, видите, мы можем подойти по-другому и обыграть этот посыл. То, что у нас есть образцы свои и очень уникальные. Это вот последнее такое открытие, очень яркое. Но пока оно не прозвучало, я сразу сделаю маленький анонс. Зимой мы будем делать выставку по культово-погребальному комплексу Алтын-Казган при музее. Вот там мы обо всем этом будем говорить.